всем привет опять обратился ко мне человек с форума сергей андреев по бинарику вопрос у него попросил сергей по питом что-то подсказать собственно скачал я лог и сейчас вместе с вами открою его и посмотрю загрузки лоб для начала посмотрю вообще что здесь ролл и ролл видно что самолет летал автоматическом режиме поэтому отрицательный так сказать угол наклона в принципе нормально потому что видимо сопротивлялся ветру и летел по таким вот углом но пиды оцениваются опять же не по дэз ролл и дэс пич пич а по другим параметрам поскольку вот на это влияет не только пиды но и рейты которые есть самолеты но об этом другой раз тут мы смотрим пиды пиды смотрятся вот этих двух разделов и т.п. и т.р. по пидам я снимал отдельное видео если интересно можете посмотреть но сейчас показываю для начала по пичу видно что в принципе я так думаю п по пичу в принципе нормально но и зато мелкая дерготня я подозреваю из-за дэм из-за высокого д у человека очень старая версия прошивки arduplane 400 я бы ему посоветовал обновиться до более свежей 409 как минимум до стабильной версии если хочется проводить новые плюшки можно имеет смысл обновиться до 41 бета 5 уже имеется также я посмотрел его конфиг и у него servo auto trim отключен что тоже на мой взгляд не очень хорошо вот servo auto trim 0 это означает что сервы у него не подстраиваются под центр тяжести самолета и под его кривизну самолета и так возвращаемся к нашим бараном точнее к пидом нашим сейчас я выведу п и д по роллу что я вижу я вижу что д довольно таки агрессивная и возможно д по пичу нужно прибрать раза в два вообще вообще у меня сложилось впечатление что д для самолетов это зло его можно смело резать в ноль но в ноль не дает мишам плэнер резать а там минимальное значение 0,001 по моему что ли но я на своих самолетах убрал д до минимума и негативного влияния не заметил поэтому первичную настройку производить с минимальным d и оставлю ссылку видео про разбор полетов от разработчиков в которых они показали новый режим новый алгоритм авто тюна версии 4 1 бета и там как раз по результатам этого авто тюна д как раз упирается практически до минимума что подтверждает мою догадку в общем на мой взгляд в принципе более менее адекватная но д высоковато какие-то амплитуда в принципе нормальная шум это подозревает что высокого д также чтобы исключить влияние пидов на стабильность самолета стоит обязательно проверить его полет в мануале если в мануале он лежит летит стабильно нету тех осцилляции смотрю вообще есть него в мануале мануале до не летал по личному мануале нет или там мануале поэтому я сказать короче чтобы проверить прежде чем тюнить пиды всегда следует попробовать мануал если в мануале нет этой дерготни то есть до спичи равно пич там или ну очень пич не дергается при спокойном ветре то значит проблемах идах если привет его колбасит значит либо самолет нестабильный ветер либо либо если ветра нету а его все равно колбасит значит там проблема где-то в тягах сервах и так далее то есть люфт где-то имеется паразитный это проверяем мануале если мануале летит ровно значит все хорошо и можно переходить кинут пидов что меня еще очень насторожило так это график ой по пичу он очень больше нуля вот видно что он максимальный 20 что-то начать это означает так серво автотрим отключен либо рули находится в неверном положении роль высоты это бинарик либо центровка слишком передние сейчас по логу определить центровку невозможно потому что серво автотрим отключен чтобы определить центровку обязательно необходимо включить серво автотрим и после тестового полета проанализировать лог сейчас я могу лишь сказать что либо руль высоты задран да задам руль высоты слишком либо действительно слишком передняя центровка но однозначно можно искать только после установки серво автотрим единицу и теперь смотрю по роллу пизды такая же картина примерно что слишком высокая д про п сложно сказать но возможно и п тоже высоковато но д однозначно высокая сейчас я выведу снова т.д. и посмотрим что вот этот участок но опять же д зашкаливать даже больше п становится д что вызывает к этой раскачки когда и дерготни поэтому д по-любому прибирать возможно до минимума снижать я по крайней мере на бинарике д убрал до минимума и также ай по роллу опять же дисбаланс в элеронах то есть он постоянно кранится в одну сторону из регулятор это дело исправляет постоянно короче автотрим опять же отключенный поэтому лучше его включать либо отключать только после того когда все выставлено идеально самолет в мануале летает ровно после этого можно спокойно серого автотрим отключить но по сути по пидам он не спросил поэтому я думаю по пидам я все ему ответил и вам ответил то есть д уменьшать возможно даже до нуля и после этого крутить п ну чтобы оценить вообще величину п то есть нужно избавиться от этого шума от д а это может сделать только понизит д на этом пожалуй все то есть я примерно показал в направлении двигаться чтобы построить получше пиды также можно попробовать бету пятую там довольно новый интересный механизм автотюна можно проводить новый автотюн я пока еще не пробовал но ближайшее время как получится полетать обязательно хочу попробовать на бинарике на этом все если видео было полезно с вас лайк подписка колокольчик я прощаюсь пока пока